Особое мнение на 101FM В Рио губернатор Александр Соколов Раскритиковал кировские власти Который слишком нерасторопно готовится Ко дню города Предложил активнее заниматься Своей профессиональной деятельностью И привлекать общественников к работе На благо региона И вот с одной стороны вроде как хорошо Вроде правильное заявление Надо действительно работать Надо город прибирать Тем более что праздник на носу С другой стороны Я не знаю Меня как-то царапнуло Такое ощущение что Ну несколько как это Во-первых конечно дежавю Да безусловно Во-вторых ну немножко отдает популизмам Особенно учитывая что в сентябре будут выборы То есть вот это вот заявление Достаточно жесткое надо сказать Потому что Александр Соколов Прямо вот цитирую Заявил неубранные закоулки Разрушенные тротуары Или их отсутствие Очень много грязи Все это вижу в Кирове Областной столицей нужно заниматься Ну и чиновники Городминистрации Тут же побежали наводить лоск Мы видели эти фотографии У ямы Да-да Возле ям Возле ям Фиксируют свое присутствие Первомаскеттер управления На месте проблем обнаруженных Я не знаю Вот это что Вот хорошо что было сделано это заявление Или все-таки Как-то вот заставляет насторожиться Так нет Это с одной стороны Это не то что там хорошо С точки зрения Человека Который приехал из столицы А в последнее время Александр Валентинович работал в Москве И конечно Углубившись в нашу кировскую реальность Прогулявшись по нашим улицам Прогулявшись по нашей набережной Он конечно не мог не заметить Ту грязь Которая есть А он думаете Константин не ожидал Что он в Кирове это увидит Ну то есть Я думаю что Нет Я не думаю что Отвыкли люди от такого в Москве Нет Ну конечно В Москве-то они отвыкают от многого И особенно от той грязи Которая у нас присутствует на улицах Потому что Москва Она Мы же все там бываем И часто бывают Москва она вылизана Да Она вылизана Она вычищена Не скажу что она вся вылизана Там есть закоулочки Тоже не очень чистые Ну по крайней мере Если ты ходишь по основным центральным улицам Там красота Там красота Там чисто Там часто убирают Часто прибираются В Кирове такого мы не наблюдаем Даже возле администрации Иногда бывает грязно Не говоря уж Про закоулочки А в закоулках-то И тем более лучше не заходить В чистые обуви Можно ноги сломать Можно и ноги сломать Ну и конечно обувь Загрязнить Запачкать Можно так это сказать Поэтому Александр Анатольевич Прогулявшись по городу Ощутил на себе Все те беды Которые ощущают кировчане На протяжении уже многих лет Хотя мы про это с вами говорим Говорим Даже пытались Внедрить Интеллектуальную систему Для очистки города Помните Такая была Не помню А я помню Была Была На базе ГДМС Еще при Илье Вячеславовиче При Шульгине Такая база Пыталась внедряться Потом Еще у нас такой Луниев Евгений Николаевич Помните Руководитель У ДПИ был Они пытались Внедрять Интеллектуальную систему Для уборки города Но С уходом Опять Одних чиновников С приходом Других чиновников Другие чиновники И забыли И сказали А зачем А у нас и так Все хорошо И мы наблюдаем На сегодняшний день Вот это хорошо Наблюдает Александр Валентинович И Как мы видим Ему это Не очень приятно Поэтому человек Которому неприятно Вправе высказываться Вправе говорить Об этом И говорить Тем подчиненным Которые у него Непосредственно В подчинении Поэтому я думаю Что это правильно Было высказано С его точки зрения И если Что-то поменяется После этого А как мы видим Чиновники быстро Забегали Особенно Горадминистрации И что-то стали Экстренно Прибирать То что-то меняется Но это ведь Разовая история Это разовая история Мы начали с вами Константин С того Что есть ощущение Дежавю Да Я почему Приехал Никита Юрьевич Было такое Приехал Игорь Владимирович Помните С колясками Ходил Зимой По неразгребенным улицам Я все помню Поэтому я и начал Свою Как бы свою Историю Да Можеский диалог С напоминанием Об интеллектуальной Системе уборки города Да Про ту Про систему Ту которую Успешно забыли А давайте напомним Вообще Что она из себя представляла Она Это программное обеспечение Должны были отчитываться Подрядчики Это программное обеспечение Которое стояло На базе Ну вы хотели поставить На базу На базу УДПИ Как бы на компьютер УДПИ Когда у нас администрация Любит говорить Мы сейчас всех подрядчиков Накажем Ну извините Наказывать Самих себя Так как ГДМС Это подрядчик Единственный По контракту По содержанию города И непосредственно Это подрядчик Администрации Города Кирова Собственно Кто у нас ГДМС Администрация Города Кирова По факту Товарищ Осипов Дмитрий Который Глава Мэр Он должен Сам себя наказывать За то что его Их Можно сказать Организация Очень плохо Прибирает город А не пытаться Делать вид Что мы сейчас Пойдем До всех подрядчиков Да вы все такие плохие Да вы не работаете У вас один подрядчик А все что под ГДМС И на каких Субподрядах Вот лично Меня как гражданина Особенно Как мэра Наверное Города Осипов Не должно волновать Кто там Что там На субподряде Работает у ГДМС Поэтому Эта система Интеллектуальная Она в свое время Была Разворачивалась На базе ГДМС У них там Был Грубо там Создан штаб Можно там Назвать Не знаю Центр Колл-центр Или еще как-то И когда все подрядчики Туда должны были Во-первых Отчитываться Во-вторых Это все Не фоточки туда скидывать И фотографии скидывать И плюс Весь транспорт Через GSM Через ГЛОНАС Должен быть привязан И Грубо сидит человек Который видит Где какая машина Находится Находится Какие функции Выполняет Какие уборки Выполняет Какие улицы Выполняет И это все Грубо Не только человек Но это и система Она все это считывала Так А что теперь Она не работает Да Она не работает Были потрачены Н миллионы рублей На эту систему И в итоге Как я и сказал С приходом И других чиновников С приходом Нового руководства В ГДМС С приходом Нового руководства В ДПИ Ну и с приходом Дмитрия Осипова В администрацию Спешно Про эту систему Забыли В смысле Мы уверены В том Что она не работает Или мы просто Не знаем Работает ли она Я уверен Что этой системой Не пользуется Вот давайте так По той причине Что когда она заработала Она работала Порядка там Месяц-полтора Показатели Содержания города Согласно всех Алгоритмов Расчета Да Был не более Что 5 или 10 Процентов Ну от норматива Поэтому все Четко стали понимать Что извините Если мы Какие-то она Не те результаты Показывает Ну да Не те результаты Которые мы рассчитывали На которые Рассчитывает чиновник На которые Возможно Рассчитывает подрядчик Чтобы потом Ему оплатили За эти работы Да И спешным образом Решили эту историю Забыть Спешным образом Решили эту историю Отложить в сторону И делают все По старинке Слушайте Интересно На самом деле Надо конечно Задать вопрос Может она Работает все-таки Просто в паблике Незаметно Ну по моей По моей информации Нет Она не работает А как отчитываются Тогда подрядчики Отчитываются стандартно Отчитываются стандартно Как бы Есть отчет По системе ГЛОНАСС GPS Да Есть фото Видео отчеты Есть чатики У администрации ТЭР управления Где они там Выкладывают фотографии Что тут проезжали Там прибирали Да И стандартно И стандартно Оплата Общественная палате Рабочая группа Да Рабочая группа Да Мы пытались Это переломить Вот как раз На том этапе Когда в городе Был Илья Вячеславович Шульгин И когда Приходил Евгений Лунев Вот именно Эту систему Электронную Интеллектуальную Электронную систему Это И с нашей подачей Она внедрялась Потому что Ну Человек Человеку рознь А система И алгоритмы Системы Да При любом начальнике Они будут работать И при любом начальнике Они будут выдавать Показатель И тут не повлияет Человек Никаким образом Если Машина По содержанию Дорог Ну не знаю Там какая Любая там Тротуар Дорога Если она Один раз в месяц Там проехала По этому участку То конечно Там чисто Не будет никогда А если она Хотя бы Проезжает там Два раза в неделю И это алгоритм Эта система Все видит И считывая Да То понятно Там будет намного чище Вы же все это понимаете Если мы Либо один раз дома Вы прибираетесь в месяц Да Либо каждую неделю Есть разница То здесь Любая хозяйка Понимает Что так Да Да И примерно Вот такая же ситуация Из города Если мы Один раз прибрались На театральной площади За год То понятно Она за год Замусорится Любым образом Там и песок И ветер И дождь И люди ходят Да А если мы будем Прибирать ее Каждую неделю То понятно Она будет чистой Ну И поэтому Вот как раз Эта система Человека Отодвигает в сторону Она считывает Показатели Содержания Ну там Механизмов Да Как бы И помните еще Историю по поводу Дворников С GPS Это же все К этой истории Вот этого Я вообще Не помню Ну вот А я все Помню А я все Помню И поэтому Эта история Тоже была Дворники Были в этой Системе Да Они должны Они должны Историю А если А если Например Александр Соколов Будет Каждую Неделю Говорить Людям В администрации Город Грязный Прибирайтесь Город Грязный Прибирайтесь Вы же сами Это понимаете Все люди Все кировчани Понимают Что Соколова На всех Не хватит Можно так Это назвать И Как бы Каждую неделю Говорить Об одном И том же Нашим Чиновникам Так зачем Тогда эти Чиновники А если Тогда система Управления Это же Понимаете Ручная система Управления Она Возможно Только В экстренных Случаях А чтобы Работал Алгоритм Управление Там Городом Либо Областью Работал Как часики Там Должны быть Ручной Системы Это да На время На какой-то Период Времени Ты берешь Ручное Управление Чтобы Выстроить Систему А дальше Система Должна Работать Уже На благо Кировчан Сейчас Как мы Наблюдаем В городе Кирове Непосредственно Эта система Не работает По той причине Что в городе Грязно Если мы Берем Именно Элементы В рамках Содержания И уборки Я не знаю Мне кажется Вот Может быть Мы Какую-то Искусственную Надстройку Создаем В виде Этой Системы Ведь По идее Вот Если человек Относит Соответственно К своим Профессиональным Обязанностям И это делает Глава администрации Как бы его ни звали Его заместители Люди Которые Курируют Городское Хозяйство И каждый Отдельный Подрядчик Каждый Дворник То Никакая Система Слежения Не нужна Но Как мы видим Такого не происходит И не происходит Годами И нашим Доблестным Чиновникам С администрацией Та система Которая сейчас есть Им она нравится Чище-то город Не становится Они нам всем Пытаются Внедрить Не знаю Вложить там Своими постиками Своими фотографиями Что у нас все чисто И хорошо И хорошо Но по факту Мы же знаем Мы идем По улице И видим Те лужи Видим Ездим На машине И видим Как после Любого Теперь дождя Практически Я уж не говорю Про какого-то Мега дождя Проливного У нас образуются Такие лужи Что просто не проехать Это о чем говорит О том что Либо ливневая канализация Не работает Либо она забита Либо Просто при ремонте дорог Уклон сделали неправильно Уклон сделали неправильно Да И лужи Собираются Там где Раньше Не собирались Поэтому Извините Если бы у нас Товарищ Осипов Пришел бы вчера В администрацию И это бы произошло Не за два года Его работы Даже там Три уже практически То я бы еще сказал Да возможно Давайте поверим Чиновникам И подождем Что-то и поменяется Но когда товарищ Сидит уже На протяжении Трех лет И ничего не меняется То о чем Кому мы верить Должны Я не знаю Я верю Только системе Алгоритму Программному Обеспечению Да Вот тогда Когда мы убираем Людей в сторону И оставляем Все Машину Машину бездушную Которая все считает Да пусть это будет так Зато она считает И четко показывает цифры Поэтому я больше Ей буду доверять Чем людям Которые будут Ходить и инспектировать Могут ли эту ситуацию Переломить общественники Александр Соколов Говорил про то Что активные горожане И не только горожане Там вообще Жители области Могут многое сделать Для того Чтобы и Киров И Кировская область Становились лучше И я насколько понимаю Чуть ли при рабочей Гру При общественной палате Не собираются создать Не знаю там Рабочую группу Некий совет Из вот этих вот Активных горожан И тут у меня Опять ощущение Дежавю Потому что При вспоминаемом нами Илье Шульгине Насколько я знаю В администрации города Ну не знаю В каком виде он был Оформлен Работал все-таки Совет какой-то Из активных Общественников Разных проектов Представляли они Благоустроительные проекты Сейчас в администрации города Есть общественный Культурный совет Сейчас в общественной палате Мы создадим еще одну структуру С активными людьми И каждый раз Мы опять упираемся В ту же самую проблему Уходит начальник Которому это было бы интересно Которому важно Общаться с горожанами И с жителями области Приходит другой человек Контакты потеряны Мостики разрушены Все по новой Надо начинать А кому-то даже И может не очень комфортно Это делать Право же Право на сто процентов Когда приходят Одни чиновники Которым Это неинтересно И которые С общественностью Работать не хотят А в большинстве случаев Работают для галочки А когда приходят Другие чиновники Как Илья Шульгин Получается Как там До него были Несколько чиновники С которыми мы Успешно работали И начинали работать Сейчас есть в администрации Люди Которые ответственно Относятся к своей работе И горят просто на работе Есть Они есть Они горят Но им Либо не дают Выполнять те обязанности В полном объеме Либо где-то Ограничивают Отчасти Поэтому На сегодняшний день Мы Как мы знаем И как мы видим Я почему не раз Уже и говорил Что именно Если взять состав Рабочей группы Ту которую я возглавляю А рабочая группа Уже с 16-го года Чтобы вы понимали Работает по дорогам Как только начинался Национальный проект Ну сначала приоритетный Потом национальный То мы никуда не делись Мы как есть Да Разные времена были Были времена И взлета Когда с нами Игорь Владимирович Совместно сидел На рабочих группах Но потом Ему видать Это надоело Да Или не знаю Как бы это его уже суждение Потом Нас почему-то стали Так жестко отодвигать В сторону Да Говорить Вы куда лезете Постоянно Да И почему Нам тут мешаете Работать Вот Не отвлекайте Вы пытались Различными способами Сделать так Чтобы рабочей группы Просто-напросто Не было Ставили руководители Которые ничего не делали И не пытались Даже чего-то делать Это про Влада Крысова Могу сказать И поэтому В данной ситуации Вот сейчас Ну понятно Что постепенно-постепенно Мы все равно Какой-то алгоритм работы Выработали И работаем в этом направлении И есть эти активные люди И не нужно создавать Никакие новые механизмы Новые рабочие группы Или еще каким-то образом Просто нужно Какой-то формат Маленько переформатировать К примеру Да Это уже нашу рабочую группу Давайте ее маленько Может быть переформатируем Давайте пересмотрим ее работу Есть другие рабочие группы Есть комиссии В общественной палате Да Где так же активные люди работают И на сегодняшний день Вот на мой взгляд Общественная палата Это один из тех механизмов Общественного контроля Который не раз показал Эффективность в работе И который годами Эту эффективность доказывает И сейчас на сегодняшний день Не все придерживаются Такого мнения Скажу Это моя позиция Я понимаю Нет Я не оспариваю ее Я потому что Понимаете Я не являюсь членом Общественной палаты Уже на протяжении Двух созывов Да Как бы Я Успешно работаю С общественной палатой Я являюсь экспертом В общественной палате Я считаю Что механизмы Общественного контроля Те которые выработаны В общественной палате Если ты их правильно применяешь Они рабочие А если просто сидеть В стороне на стульчике И обижаться на общественную палату И говорить Да вы ничего не делаете Да вы не работаете И никак не пытаться Интегрироваться С общественной палатой То здесь ничего и не будет Люди Активисты Которые так или иначе Вкладываются Временем своим Деньгами В благоустройство Кирова Возьмем там какие-то Разные частные проекты Либо действительно Общественный контроль Они вообще сейчас Готовы Скажем так Объединяться и работать Или им все надоело Я за всех не скажу Вот честно Я могу сказать Только за тех людей С кем я лично общаюсь И многие Как мы видим И отдельно От общественной палаты Занимаются своими Урбанистическими проектами Да Там не знаю Благоустройством Парков Скверов Да Как бы Не относясь даже Ни к администрации Не относясь К общественной палате К каким-то другим Общественным движениям Они просто самостоятельно Создают группу активности И занимаются Этим благоустройством Так же как Вот Уткин парк Про который неоднократно Говорили Там есть группа Активных людей Которые живут И хотят Чтобы рядом Было все приятно И активно У нас много И у нас много таких проектов Да Как бы 30 скверов У нас есть такие люди Они есть Люльченко у нас Да Я поэтому Мы можем много Про них вспоминать И я про это и говорю Что есть такие люди И возможно Они не готовы Там объединяться Под эгидой Общественной палаты Да Но они готовы Отдельно работать На благо города И они этим занимаются Без разницы Хороший чиновник В администрации Плохой чиновник Они все равно Постепенно занимаются Так вопрос-то в том Что каждый из них варится Ну скажем так Если не в своем Конкретном котелке Да Со своим проектом То в определенном круге Единомышленников Вот у меня один проект У кого-то второй Который мне тоже нравится Мы вместе Помогаем друг другу Там телефонами Не знаю Контактами Выходами на чиновников Конкретных Когда нужно решить Какой-то вопрос Еще что-то Вот А возможно ли Объединить их всех В некую структуру Которая будет работать И не развалиться А зачем их объединять В некую структуру Ну нет Я не имею ввиду Я не имею ввиду Официальную структуру Которую платит зарплату Лично я на сегодняшний день Не вижу смысла Их объединять Какую-то там Опять в структуру Да Просто с ними Надо интегрироваться В их работу Но нужно найти людей Да Опять же В этой администрации Они есть Эти чиновники Но это должен быть Кто-то Кто будет знать всех Да Это должен быть Кто-то Кто будет знать всех Вы правы Заместитель Главы администрации По взаимодействию С активными горожанами К примеру Давайте так эту должность Назовем К примеру Это будет тот человек Который сможет Интегрироваться С всеми общественными проектами И в рамках Вот этих всех Общественных проектов Успешно Им помогать Я не говорю Ими руководить Ими не надо руководить Они самостоятельные все Им надо помогать В каких-то направлениях Где-то с документами Помочь Где-то может С финансированием Где-то может Просто привлечь Дополнительно волонтеров Кого-то Вот именно это интегрировать Может быть Это будет Какой-то проектный офис Давайте так это назовем Который будет Как-то внедрять И помогать Этим активным людям Так же Как и наши рабочие группы С одной стороны Мы работаем самостоятельно Нас не надо Никуда интегрировать Но в некоторых моментах Когда нас не слышат Вот например Нас не слышат На протяжении Уже двух лет По поводу Общественного совета Министерства транспорта Кировской области Его нету Его нету При Соколове Когда был министр Он просто не формировал его По той причине Он не хотел с нами работать Потому что Общественная палата Ряд членов рабочей группы Были направлены Общественной палатой туда Соколов был против нас И он не создал Этот общественный совет Потому что вы задавали Неудобные вопросы Да Вот А должно быть по-другому Мы же не во вред работаем Регионы Правильно Мы не во вред работаем Министерство транспорта Мы работаем Мы задаем вопросы Почему Потому что нам не нравится что-то И если нам не могут Это правильно объяснить И правильно обосновать Да То как бы Конечно мы будем ругаться Мы будем говорить Будем говорить у вас В студии Говорить в других СМИ И будем Преподносить эту информацию Потому что нам не могут Это объяснить А почему происходит так А почему Правильно Александр Валентинович сказал А почему улицу делают По воле чиновника Одну Да А люди просят Другой Так мы тоже этот вопрос Уже задаем На протяжении А мы сейчас об этом Поговорим Да Мы этот вопрос Уже задаем На протяжении Там последних двух лет Опять же С приходом Другой команды И в правительство области И в министерство транспорта И в администрацию города У нас изменилась Система подхода Выбора улиц В смысле Я простите Константин Ведь помню Когда начинался Вот этот проект По безопасным Качественным дорогам Тогда по моему И по формированию Комфортной городской среды Была же история С тем что рейтинговое голосование Должно проводиться И что без мнения жителей Никакие деньги Ни на какой объект Не упадут Да Это было Это начиналось Это была очень хорошая история Когда мы каждый год Выбирали те улицы Люди Выбирали те улицы За счет рейтингового голосования Так И эти улицы Ремонтировали Да Но потом Пришло к чему К тому что Кому-то В администрации Правительства области Эта ситуация Не понравилась И они решили На три года вперед Выбрать Одним рейтинговым голосованием Грубо там Объем улиц Так может это и правильно Нет Каждый этот год Каждый этот год Зачем собираться Да как А у нас город живет У нас улицы живут У нас микроорганизмы живут У нас люди живут И каждый год Они хотят видеть Не то что выбрал чиновник А то что они хотят Да Для этого и национальные проекты Национальные проекты Не для чиновников Национальные проекты Для людей Подожди А этот список Разве он не гибкий То есть туда разве Не может быть добавлена Какая-то улица Я почему сейчас и сказал Два года спустя Да Вот два года Происла такая Два года назад Происла такая ситуация Когда отобрали там Грубо объем улиц Там 60 К примеру Да Я не помню точную цифру И сказали Вот эти улицы Мы будем ремонтировать В течение трех лет И дальше уже Сами чиновники Внутри этого объема улиц Да По какому-то Непонятному Рейтинговому голосованию Который прошел Как у нас По комфортной Городской среде Это происходит Когда люди Потом задают вопрос А мы это не выбирали Почему это получилось Примерно по такой же схеме Выбрали вот Грубо этот объем улиц И стали Уже в течение Этих трех лет Практически Да Сами чиновники Выбирать Они Всем они отчитываются Да Это же рейтинговое голосование Это же люди выбрали Но мы просто это Расписали на три года Подождите То есть противозаконного В этом ничего нет 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 Все прошло по правилу Понимаете Тут даже не то что закон Тут есть требования Национального проекта Это не прописано Где-то в законе Ну понятно И просто требования Формальные требования Национального проекта Безопасной и качественной дороги Надо учесть мнение людей Учли Да Учли На три года вперед Мы учли мнение людей А дальше что хотим То и делаем Мы делаем Дороги там Возле завода Сельмаш Как мы неоднократно говорили Да про это Да все молчат Но почему-то мы их там делаем Там рабочие переулки Различные Да Но при этом забываем Что у нас в самом городе Еще дополнительно Надо делать Улицы Да Мы делаем Улицы там Где Практически Их возможно И делать не надо Но есть микрорайоны Которые развиваются Вот недавно я был В Уронцево К примеру К детскому садику Уже на протяжении Шести лет Лежат плиты И эта дорога Почему-то не делается Есть улица Хорошо что плиты лежат Они по грязи ходят Плиты-то уже понимаете Они по грязи уже ходят Потому что эти плиты Разрушились Они Во-первых Они были завезены Застройщиком Еще бушные На то время Да Они сейчас Разрушились Там арматура торчит А понятно А ходят люди И ходят люди Да Такая же ситуация По улице Агрономической К примеру Это Зиново Это Зиново Которая обещает Улица современная Понимаете Я могу таких улиц Много перечислить Но почему-то про них Забывают Как вот к примеру Наш бедный студенческий проезд С 17-го года Говорили-говорили Надеюсь В этом году Его сделают Хотя пока Я там большой работы Не вижу Студенческий проезд В прошлом году Произвел на меня Конечно незабываемое впечатление На меня он каждый год Производит Незабываемое впечатление Случайно оказалось На машине Вот-вот Поэтому там Таблички висят Говорят что работы Начинаются Но вот вчера проезжал Пока не заметил Там ни техники Никого Но надеюсь Что в этом году Студенческий проезд Наконец-то сделают Подождите А вот эту историю Возвращаясь все-таки К учету мнений людей Каким образом Сейчас можно исправить То есть рейтинг есть А что надо снова Проводить голосование Почему бы и нет И сейчас на это Есть платформы Есть наши Государственные платформы Госуслуги К примеру К примеру На площадке Госуслуг Спокойно можно проводить Рейтинговые голосования На площадке Госуслуг Можно любое голосование Проводить Мы помним Это не сложно У нас и молодежный парламент Через площадку Госуслуг Выбирали И многие другие варианты Сейчас есть Интегрировать Площадку Госуслуг На сегодняшний день В рейтингах Голосования По выбору дорог Не так сложно Главное было бы желание У чиновников И претензий Не будет Потому что Там достоверная информация Конечно Накрутки голосов Сложно Конечно Там очень сложно Накрутка голосов Если только сами люди Агитировать Своих соседей Не будут Так ведь это неправильно Правильно Да я согласен с вами И это надо Понимаете еще Фишка в чем Это надо проводить Все заранее Это надо Вот сейчас Вот прямо сегодня Уже начинать Рейтинга голосования На следующий год По той причине Что с учетом Наши чиновники Могут еще Знаете Такая Я их тут Отчасти понимаю Есть требования Министерства транспорта Российской Федерации Росавтодора О том Чтобы все контракты Уже к началу весны Были за За конкретными подрядчиками За конкретными подрядчиками Да Поэтому К этому времени Надо грубо сделать Выбрать улицы Сделать проекты Подготовить это все И подвести К моменту Чтобы отторговать Проблем нет Ну просто Это надо заранее сделать Вот например Сейчас сезон начинается Дорожный Мы уже на следующий сезон У нас улицы-то Никуда не делись Они как стоят Так и стоят Качество Ну как есть Так и есть Вот сейчас уже Можно эти улицы выбрать На следующий год Есть уже понимание суммы По контрактам Да И уже сейчас Начинать проводить Рейтинговые голосования Где-нибудь Чтобы к осени К середине осени Мы уже подошли С теми улицами Которые можно было бы Внести Сделать проекты К концу года А с следующего года Уже на сумму Которая определяна Федеральным финансированием И региональным Уже отторговать И заодно бы Кстати Подключили К проекту Госуслуг Тех кто еще Не подключился Конечно Конечно Тем самым Внедрили бы еще Больше людей К проекту Тех кто за время Ковида еще не Подключился К платформе Госуслуг Уже таких Очень мало Мы бы подключили Те люди Наверное Которые Либо Не знают Что такое Компьютер Ну это уже люди Старшего возраста Да Люди старшего возраста Либо Люди которые Отвергают Компьютер Константин Сичехин Нашей студии Мы убежим Сейчас на рекламу Через полминуты Вернемся И продолжим Особое мнение На 101FM Эксперт общественной палаты И руководитель рабочей группы По ремонту и содержанию дорог Константин Сичехин Сегодня высказывает Особое мнение Мы продолжаем Очень коротко Константин Раз уж заговорили Про студенческий проезд Ну и в целом Про крупные Дорожные работы Хотелось поговорить Мы видим Что погода Слава богу Сегодня Не льет По крайней мере Установилась Но прогноз Тот который Я смотрела Пока не дает Стопроцентной гарантии Что у нас будет Жаркое лето Возможно будет С дождями Это не самая хорошая погода Для ремонта дорог Да Успеют ли? Большой вопрос Честно Большой вопрос Пока конечно Забегать далеко рано Потому что Лето только начинается И кто его знает Какая будет погода И плюс у нас Осень бывает Теплый Там хотя бы Сентябрь До середины октября Бывает Не так часто Но бывает В нашей климатической зоне Поэтому Я надеюсь Что по компании Которые занимаются Сейчас ремонтом дорог Объекты завершат По поводу ремонта Это замена двух слоев С фрезерованием Тут проблем Я думаю не вижу Потому что в этом году Не такие много Не много так объектов Из общего количества И они не настолько протяженные Там самая протяженная Наверное улица Карломарса Которую уже делают На сегодняшний день Все остальные Они маленькие улицы Их как орешки Короткие Короткие По 500 метров По 300 Там такие небольшие улицы Их как орешки Подрядчик легко Сделает Сделает Проблема больше Вот как раз С теми улицами Где требуется Капитальный ремонт Либо строительство Либо строительство Вот например У нас улица Сурикова Если мы вспомним Улица Сурикова На участке получается От Да Начиная от Некрасова До Щерца До Консомольской Если я не ошибаюсь Должны завершить В этом году Да Там Или на 23 год Небольшой объем Переходит Ну по крайней мере От Некрасова До Щерца До Щерца Должны были в этом году Завершить Да Там заборы еще стоят Там еще Очень много чего Не сделано Если честно По той причине Что погода Земляные работы Не дает производить Даже если сегодня Вышло солнце То Грумта Земля не прософла еще Да Грунт он сырой И очень трудно Работать Подрядной организацией Также По студенческий проезд Там еще даже Не приступали к работе Плюс Объект Кольцевое движение На Макаре На Макаре Там Как мы видим Никого нету По крайней мере Ну Кроме как Кусты вырубили Я больше Никого не наблюдал А там не идут Сейчас работы Да Ну Был пару дней назад Не видели никого Может это ждут Просто чтобы все Отсажались Простите Там же Садоводческий Трафик Очень большой Чтобы не было Пробок Наверное Не буду За подрядчиков Говорить Но наверное Ждут кого-то Ждут Хорошей погоды И резко Быстро Начнут Приступят к работе Надеемся Верим Ждем Надеемся Верим Ждем Что там По крайней мере Не будет Огромных пробок Они там всегда есть Будут И объезда нет Насколько я понимаю Объезда нет Огромные пробки будут И тут Как говорится В иллюзиях ходить не надо По той причине Что даже в такой ситуации Там пробки существуют А с учетом Перекрытия проезда В уменьшение В два раза Вы сами понимаете Куда транспорт Будет деваться Ну кто-то По стечению обстоятельств Постарается все равно Ездить в объезд Ну по мосту Через Через Коминтерн Через Коминтерн Но это не такой Огромный трафик Движения По сравнению С тем трафиком Который у нас По старому мосту В сторону По Дамбе И туда В сторону Макария В Суботихе И уже на Слободской На Слободской И дальше И дальше И мы же видим Как там В сторону Порошина Разрастаются Коттеджные поселки Сколько там Воровицы туда Домов строятся То люди переезжают Люди живут А лето это особенно Поэтому да Будет тяжело Тем кто там живет И тем у кого там дача Надо главное Терпение Терпение Еще раз терпение А подрядчикам Быстрее завершить Все свои работы Понятно Еще одна инициатива Озвученная буквально вчера И удивившая меня Честно говоря И это опять же К вопросу о том Как собирались С общественниками Как голосовали горожане Помните Константин Проекты Которые предлагались На территории Квату Разные ведь были Да Варианты От жилищного строительства Против чего активно Все возражали До создания Там некого Образовательного кластера Для наших Продвинутых школ Так не только школы Для университетов Образовательный кластер Вчера было озвучено Что там может появиться Центральный парк Центральный парк Это как в Нью-Йорке Как бы понимаете Из Там даже водоемы есть Из худшего Лучше это все-таки парк Это парк Да Из худшего Лучше это все-таки парк Я считаю Меня нисколько Нисколько не удивляет То что парк Это лучшее Я с этим Солидарна И думаю что Жители Кирова Со мной тоже согласятся Тех деревьев Которые находятся На территории Бывшего Квату О которых кстати говоря Экологи Очень много хорошего Говорили Очень беспокоились Что их могут вырубить Да очень беспокоились По этому поводу И если Предложение Александра Анатольевича На сегодняшний день Вот такое какое есть И я вижу И наблюдаю Что многие горожане Его поддерживают А надо сказать Что помимо Александра Чурина Который презентовал Вот этот вот проект Поддерживает его И Дмитрий Курдюмов Честно не знаю По поводу Дмитрия Курдюмова Я тоже прочитал Только пост Александра Анатольевича Насколько там Поддерживает Не поддерживает Не спрашивал Дмитрия Александровича Я не видел еще Ну при встрече спрошу Но по крайней мере Любой нормальный человек Поддерживает парк Да Я думаю что да Мне кажется Любому человеку Он тоже поддерживает Данный проект Понравится идея И проект парка Согласен Лучше вот эти 600 миллионов О которых там В кавычках говорят И хотели вложить В парк возле цирка Да Которые Ну помните проект Недавно Нет я помню Помню Ну парк-то возле цирка Все равно же надо делать Ну не за 600 же миллионов Многие вопросы задают А откуда такая сумма И почему так дорого Да Я много читал комментарии По этому поводу Но со многими Там даже специалистами Общался Они говорят Откуда такая сумма 600 миллионов Вот честно Вот эти Вот 600 миллионов Вложить в квоту Вот это я понимаю Когда мы Из заросшей территории Делаем хороший Красивый парк Но когда у нас Есть парк Который Ну я не думаю Что там требует 600 миллионов рублей Но там много Очень сложных объектов Ну в частности Там же водоемы И надо и берега Укреплением заниматься И еще что-то делать Насколько я понимаю Из этого Понимаете Раздуть-то можно Из всего Да как бы Но можно сделать И по минимуму Те работы Которые требуются Да На сегодняшний день Не увидим Красивого парка Нет если есть такая инициатива То конечно я уже высказался И в своем телеграм-канале Что инициатива хорошая Лучше из того Что предлагали Жилищный комплекс Не знаю там Концертный зал Еще какие-то предложения Лучше конечно разбить Хороший большой парк Центральный парк Центральный парк Где Потому что он находится Как раз в таком Между многих Жилищных микрорайонах В микрорайоне Где очень большой трафик Машин Да Очень Очень большие наверное Проблемы из-за этого С экологией В микрорайоне Докуда еще дотягивается Наверное От промышленных предприятий Да Выбросы Не выбросы Большая жилищная застройка Большой территории Я все равно бы сделал Какой-то центр притяжения Какой? Честно Концертный зал? Ну давайте его назовем Концерты залов Да без разницы Пять лет мы ждали Концертный зал Давайте назовем Мы же не концертный зал Не знаю Какой-то выставочный зал Какой-то Для проведения Каких-то крупных мероприятий Да Чтобы это все равно Было центр притяжения Вот например Филармония У нас же за филармонией Тоже есть парк Да Гагаринский Где стоит цирк Тоже есть парк В основном Паркирово Который вы предлагаете Лишить 600 миллионов Да Я предлагаю Лишить его 600 Пересмотреть сумму Вот Все равно Есть какой-то центр притяжения Куда люди приходят То есть должен быть Какой-то объект Под крышей Где что-то будет происходить Конечно Должен быть все равно Построен какой-то объект И на такой большой территории Это несложно Построить какой-то объект Но этот объект Он должен быть Культурно-досуговый Вот Ни какой-то жилищный Ни торговый центр Ни какой-либо Жилищный комплекс Торговый центр Это тоже в чем-то Культурно-досуговый объект Между прочим Там кинотеатр Может быть Коммерческая выгода Каких-то предпринимателей Если конечно Найдутся предприниматели Которые захотят Из этой территории Сделать очень красивый парк За свой счет В рамках там Государства-частного партнерства Тогда можно Почему бы не рассмотреть Этот вариант Отчасти для города Кирова И для правительства области Но это надо рассмотреть Таким образом Чтобы не вся территория Была занята Каким-то там Объектом А на парк Мы там грубо Пол гектара выделяем А чтобы максимальное Количество территорий Там больше 70% Должен быть парк Было сохранено В виде зеленой зоны Конечно Да А вот 30% В рамках ГЧП Можно было К этому кому-то отдать Вот это тоже Один из хороших примеров Мне так кажется Который был бы И подарок Для 650-летия Города Кирова Не знаю найдется ли Такой инвестор Я про него не слышал Но поискать же можно Территория хорошая Территория находится Прямо в центре города И если Вот Если говорить Найти некий компромисс Найти какой-то Некий компромисс И не из бюджета Опять вытягивать деньги А искать вариант Финансирования Частного какого-то лица То самый интересный проект На мой взгляд Это строительство Ну я не хочу Называть это Торговым центром Я хочу Чтобы это был Правда какой-то Ну давайте вспомним Игорь Владимирович Концертный зал Чтобы это можно было Там проводить выставки Можно проводить Какие-то форумы Большие У нас же нет таких помещений Нет таких помещений И вот на этой территории Должно быть Появиться вот такое место Я помню Была же идея Создания Вятка-экспо Да Вятка-экспо Найдется какой-то инвестор Который захочет построить Вятка-экспо Торгово-промышленный палат Да Может быть Из Вятской торгово-промышленной палаты И рядом Вот Преобразовать всю территорию В большой парк Это же было бы замечательно Да Может быть Это не парк Кирова Парк Кирова Кирова должен остаться Там где он есть Давайте позовем Назовем его по-другому Там парк 650-летия Кирова К примеру Да Не знаю Как-то по-другому название придумаем Но Вот из этой территории Надо сделать Мне название Центральный парк Очень нравится Хорошая тема Просто Центральный парк Там водоем есть Да Вот Тем более Можно лужайки Можно И вот Когда будет там Место притяжения какое-то И вот все это будет Преобразиться И это все будет Подарком Для 650-летия Города Кирова Для кировчан Это было бы клево Просто супер Три минуты у нас остается До конца программы Константин Очень быстро Вижу повестку заседания Рабочей группы Вижу Один из вопросов О состоянии дорожного покрытия Уровня освещенности Федеральных трасс Хотел спросить Вообще Про федеральные трассы Что с ними у нас происходит сейчас Учитывая Что у нас Я так понимаю Отдых на автомобиле Вот нынешний сезон Достаточно будет Популярен Беда Беда С федеральной дорогой У нас в этом году В чем беда В том году Беда банальная Беда в том Что денег выделяют мало Из федерации Денег тех Которых выделяют На ремонты На стандартные ремонты Я не говорю про капитальные Их просто не хватает А если При увеличении нагрузки Которая сейчас есть Мы видим Какой огромный трафик Идет транспорта Это и фуры Это и легковой транспорт Вы правильно говорите Что внутренний туризм развивается Да Дорога просто не выдерживает Просто не выдерживает Направление Особенно Белая холница Салмутницк До границы Это в сторону Перми Если ехать В сторону Перми Да Она просто не выдерживает Знаю Что есть заявка От нашего Прикамья В федерацию Порядка там Более миллиарда рублей Они просят Хотя бы там Починить ее В надлежащем состоянии Исправить Но пока Пока нет Четкого понимания Будут ли деньги Да Завтра как раз И приглашаем Представителей Прикамья Чтобы рассказали Когда будут деньги И когда мы дорогу Увидим в надлежащем состоянии Просто совет эксперта Сейчас если ехать Куда-то Искированной машине Куда можно ехать Без опасений В какую сторону Без опасения У нас Опять же Неплохо сделали Региональные дороги В последнее время Потому что очень много денег Также дорога на Котелищ В сторону Костромы Тоже неплохая Через Кострому В сторону Москвы Да На Ярославль Можно ехать Обещают в этом году Нижегородскую область До себя сделать дорогу Потому что у них там ужасная Она просто-напросто До границы с Кировской областью Еще нормально Дальше там километров сто Просто ужасной дороги Обещают эту дорогу сделать Вы уже может привели в состояние Нормативное Да По крайней мере На Белую холницу На Если захотите в Пермь ехать Всем советую Ездить по региональной дороге Это через Фаленки Углазов И дальше туда На федеральную трассу выходить Но ни в коем случае Пока не ехать в сторону Белой холницы Амутнинск По федеральной дороге Да Дорога в ужасном состоянии Люди ругаются Многие матерятся очень сильно Жалоб очень много Поберегите нервы И подвеску Спасибо большое Константин Сичихин Руководитель рабочей группы По ремонту и содержанию дорог Эксперт общественной палаты Кировской области Был сегодня в нашей студии Со своим особым мнением Программа появится на сайте Сегодня ближе к вечеру Можно будет переслушать Спасибо Константин До свидания Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM